Огромный кран высотой шестиэтажный дом разместился на площадке строительства в исторической части города. В зону метростроя его привезли для того, чтобы он помогал в выдаче грунта с проходки. Кран будет поднимать специальные емкости с породой. Ее по конвейеру будут доставлять из тоннеля, который в будущем начнет бурить тоннели-проходческий щит. Он будет поднимать породные емкости весом до 15 тонн, опрокидывать их в породный бункер для дальнейшей вывозки породы с площадки. Породные емкости – это емкость, которая доставляется на платформе на тоннели-проходческий комплекс, и там конвейеры наполняются грунтом, ну, породной. Установка крана – еще одна веха в строительстве новой станции метро «Театральная». В исторической части города работа идет полным ходом. Специалисты закончили сборку тоннели-проходческого комплекса. Продолжится пусконаладка. После проходчик начнет движение в сторону перекрестка улиц Полевой и Новосадовой. Установка преодолеет больше полутора километров под землей. Но перед стартом нужно оформить соответствующие документы и зарегистрировать объект в Ростехнадзоре. В Ростехнадзор будут заявляться в два этапа. По-первых, это извещение о начале строительства после получения разрешения на строительство. Второе – это регистрация особо опасного производственного объекта. Этим занимается подрядчик, они уже собирают пакет документов. Продолжают трудиться и рядом с зоной метростроя. В большей степени работа касается инженерных коммуникаций. Так, в выходные на перекрыжке улиц Галактионовской и Вилоновской сузят проезжую часть на одну полосу. На участке будут усиливать стенки коллектора, находящиеся под дорогой. На среду-четверг пойдет со стороны Ульяновской, ближе по стороне, где располагается Галактионовский 153 дом, оттуда пойдет по этой полосе сужение, то же самое по коллектору в этом вопросе. Вот в ближайшее время работа по части касается инженерии по метро. За строительством новой станции пристально следят не только профильное министерство, заказчик и администрация Самары, но и общественники. У нас появится новая станция метро, которая нам принесет комфорт жителям всего городского округа, всех районов. Это сделает наш город более удобным для туристов, и это будет приносить нам только возможность потом легко, без проблем, без пробок, в любую погоду добраться до центра города и воспользоваться теми удобствами, которые наш город нам предоставляет. Тем временем продолжают активно трудиться и на перекрестке улиц Полевой-Новосадовой. Здесь, в зоне метростроя, к середине апреля специалисты должны полностью подготовить стартовый котлован к приемке элементов второго тоннеля проходческого комплекса и его монтажу. Сейчас на площадке уже обустроили необходимую бетонную платформу крепления котлована. Идет бурение. Торцевую территорию готовят для того, чтобы в будущем разместить здесь автокран, который вновь доставят из Москвы. Подготовка необходима, чтобы переустроенные инженерные сети вынесли нагрузку, и кран своим весом не повредил подземные инженерные коммуникации. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.